Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Идеальный образ Романа Капаклы трещит по швам. Пару дней назад о физической близости с супругом Мариной Африкантовой рассказала в социальных сетях некая Кристина. Девушка в красках расписала волшебство с участником Дома 2, а также объяснила, почему не может хранить молчание. Как оказалось, блондинку обидела, что сам Рома и его друг Саймон Марданшин приняли ее за девушку легкого поведения. Якобы уже после интима с Капаклы к ней решил подкатить и Марданшин. Более того, Саймон якобы вышел из себя, получив отказ. Рома ответил на обвинение в измене. По словам молодого человека все разговоры о его походе налево – несусветная чушь. К слову, Марина не сомневается в верности супруга. Так, у девушки есть полный доступ к социальным сетям Ромы, которые она может проверить в любой момент. Ни для кого не секрет, до того, как Антон Бекушев занял пост ведущего, он несколько лет протрудился в статусе шеф-редактора журнала Дом-2. Впрочем, о прежней работе Антону теперь придется забыть. До сих пор не преуспевший в качестве ведущего Бекушев опозорился и в другой своей должности. Как стало известно, печатная версия журнала уже прекратила свое существование, и в этом есть вина самого Антона. По крайней мере, в этом убеждены те, кто заметил, как журнал изменился к худшему с его приходом на должность. Организаторы все же с милостью велись над Бекушевым, пока журнал будет существовать исключительно в онлайн-формате. Кроме того, самому Антону позволено вновь возглавить штат сотрудников. В отношениях Ильи Яббаровой и Алены Савкиной вновь кипят нешуточные страсти. Парочка поругалась после того, как Алена впервые откровенно заговорила об отсутствии помощи со стороны Ильи. Как оказалось, молодая мамочка считает копейками все финансовые траты Яббарова на сына, ведь она сама якобы тратит в разы больше. Яббаров настроен решительно и требует от бывшей решить проблему по суду. Илья не отказывается помогать наследнику, вот только если сумму алиментов ему назначат в официальном порядке. На семейном совете саратовский шансонье заявил о том, что так следовало поступить с самого начала, и его слова, мягко говоря, не понравились Алене. Девушка высказала Яббарову все былые обиды, так Алена напомнила, как Илья обижал ее во время беременности. Впрочем, и у самого Яббарова нашло что сказать. Судя по всему, молодой человек не видит своей вины в том, что бросил бывшую беременной. По словам Ильи, на тот момент он уже выстраивал отношения с другой, что не мешало Алене выносить ему мозг. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк или дизлайк. Интересная новость с сайта шлок. Расставание пары Даниила Сахнова и Татьяны Строковой произошло уже достаточно давно, но ведущие телепроекта Дом-2 не оставляют надежды помирить ребят, поэтому эта тема с завидной регулярностью возникает на лобных местах. Почему-то все уверены, что Даниил до сих пор любит Татьяну, а Сергеевна придумывает истории про поклонника за периметром, исключительно для того, чтобы вызвать ревность у Сахнова. Но вчера в ночном эфире Даниил признался, что его уже давно не тянет к Строковой. У него все остыло и началось это еще тогда, когда о расставании и речи не было, и они были в отношениях. По словам Сахнова, у него уже давно нет любви к Татьяне. Внутри остались только лишь обида, но и она скоро пройдет. Как вы считаете, как долго Даня сможет держать дистанцию и изображать из себя взрослого самостоятельного независимого мужчину, которому не нужна мамка? Бывший участник Дома-2 и звезда эфира в прошлых лет Александр Гобозов продал свой аккаунт в Инстаграме. Выяснилось, что Саша теперь торгует обувью, вернее эти продажи идут с его бывшей страницы. Только внешний вид бывшего любимца зрителей настораживает и об успехах в бизнесе не свидетельствует. Александр Гобозов сменил сферу деятельности и перестал быть публичной персоной. Некоторые сердобольные пользователи сети советуют Александру Гобозову в очередной раз вернуться на телепроект Дом-2, раз уж срочно женившийся Степан Меньшиков туда собирается. И виноградных напитков вдоволь, и крыша над головой гарантирована. А любовь Александр Гобозов строить умеет, что и доказал в последний свой приход. Должен же Дом-2 отвечать за тех, кого приручил. Или прогоревших бизнесменов и без Гобозова хватает на проекте. В какой-то параллельной реальности в отношении финансовых и правовых вопросов живут не только участники реалити-шоу Дом-2, но и ведущие. Ольга Орлова удивилась на семейном совете шоу Спаси свою любовь, как выживают дети в регионах на алименты 8,5 тысяч рублей, не придумав ничего лучше, чем брякнуть «ну мы же Москва», на что ей Илья Яббаров ответил, что он саратовец и его дочь на эти деньги выживает. Забыл добавить этот участник. Если же реально Алена Савкина подаст на алименты, то с проектных отчислений, которыми служебные приставы занимаются, дочка Ябарова станет получать меньше. И это при том, что уже и Алена Савкина оправдывается в сети, что умеет деньги считать, и ей нужна ответственность от Ябарова. Понятно, что не сравнить те суммы, которые получала Ольга Орлова от отца своего ребенка в виде алиментов с теми, которые являются частью средней зарплаты в стране. Но зачем же так собственную некомпетентность и жителей регионов сразу принижать? И забывать, что даже такие доходы, как у домовцев, не у всех москвичей есть. Иногда Орловой лучше молчать, чем говорить. Розалия Райсон хоть и с большим трудом, но все же удалось затащить Андрея Шабарина в ЗАГС. К слову, изначально девушка обещала Андрею стать покорной домохозяйкой рожать детей. Однако почти сразу после свадьбы планы блондинки поменялись самым кардинальным образом. Роза перестала скрывать, что мечтает о своем бизнесе. В планах девушки были и открытия шоурума, и салоны красоты. И, судя по свежим новостям, мечта выпускницы Дома-2 наконец сбылась. Шабарин выделил 1 миллион рублей на бизнес любимой супруги. Более того, помог найти помещение в центре Москвы, где теперь будет располагаться салон Розалии. Сама девушка призналась, сейчас она целиком и полностью поглощена ремонтом и обустройством салона. Роза также не скрывает, что намерена быть не только владелицей, в планах блондинки и самой наращивать волосы. Молодой мамочке пришлось исправлять ошибку молодости. Пару дней назад Алена Рапунцель отправилась в тату-салон, чтобы стереть теперь уже не только из своей памяти, но и со своего тела любое напоминание о романе Макееве. На том, чтобы свести татуировку, настоял Денис Макраусов. Впрочем, и сама Алена оказалась не против. Фолловеры были уверены, Савкина ограничится лазерным удалением тату, однако сама молодая мамочка решила перебить одну наколку другой. Более того, девушка уже показала результат работы одного из лучших мастеров Москвы. Новую татуировку Алены сочли очередным портаком, хотя бы потому, что при огромном размере тату многие не сразу поняли, что же на ней изображено. Пока одним привиделась усатая девушка, многим стало интересно, что за непонятное волосатое существо красуется внизу картинки. Пара Алины Галимовой и Никиты Рудакова считается одной из самых скандальных на проекте. Молодые люди расстаются даже по пустякам, более того, не устают предъявлять друг другу претензии. И для многих давно очевидно, у влюбленных просто нет совместного будущего. К слову, ничем закончились и прошлые, и самые долгие отношения Галимовой. Впрочем, девушка до сих пор с трепетом вспоминает бывшего и даже ставит его в пример Рудакову. И как оказалось, не случайно. Пользователям социальных сетей удалось раскопать всю правду об экс-бойфренде Алины им оказался популярный башкирский певец Радик Юльяшкин, который известен больше как Элвин Грей. Молодые люди познакомились и начали встречаться, когда Радик еще не был так популярен. И именно Алина прошла с возлюбленным весь путь от мало кому известного парня до именитого певца. Вот только сам Радик этого не оценил. Пара рассталась со скандалом. Сама Алина не скрывает, как тяжело оказалось рядом с настоящей звездой. Кроме того, у пары резко разошлись взгляды на будущее. Пока Радик мечтал о карьере, Галимова хотела семью и детей. Александре Черно и Иосифу Аганесяну удалось наладить общение после крупной ссоры. Напомню, недавний конфликт супругов из-за Евгения Ромашова перекинулся на родителей Иосифа. Причем дошло до того, что Саша в буквальном смысле этого слова запретила свекру и свекрови приближаться к своему будущему ребенку, а заодно и послала их куда подальше. Подписчики продолжают одолевать Черно вопросами на эту тему. Многим интересно, смогла ли сама Саша простить родных, ведь они советовали своему сыну поскорее разводиться. И судя по скриншоту истории, с участницей Дома 2 не смогла удержаться от критики. Отвечая на вопросы, Саша дала понять, родителям ее супруга не хватает ума, такта и мудрости. Так недалекие люди супруги Аганесян рушат семью своего наследника. Более того, до сих пор отказываются принимать свою невесту, фактически вставляя ей палки в колеса. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, следите за новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро!